ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Депутаты Госдумы обсудят ужесточение ответственности водителей за непредоставление преимущества спецтранспорту. Речь идет о штрафе в полторы тысячи рублей или о лишении прав на срок от трех месяцев до полугода. Сейчас за непропуск авто со спецокраской и включенными спецсигналами полагается 500-рублевый штраф или лишение прав от одного до трех месяцев. Кроме того, с 500 до полутора тысяч рублей может вырасти взыскание за непредоставление преимущества маршрутному транспортному средству. ТРАССА 101 С Нового года на полисах ОСАГО появится QR-код. Считав его с помощью гаджета, можно будет узнать наименование страховой компании, номер и дату выдачи документа, имя страхователя и владельца авто, марку, модель, ВИН-номер, госномер, а также список граждан, допущенных к управлению. По задумке страховщиков, наличие кода должно еще больше защитить автогражданку от подделки. ТРАССА 101 Варителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, надо выявлять с помощью камер фото-видео фиксации. Об этом заявил глава управления ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Соответствующий вопрос он поручил проработать правовому управлению Республиканской автоинспекции. Также Габдурахманов потребовал, чтобы комплексы, вычисляющие среднюю скорость транспортных средств, появились на каждом километре дорог. В конце лета в нашей стране заметно повысился спрос на новые автомобили. Рост по сравнению с августом 2016-го почти 17%. Больше всех машин в прошлом месяце продал АвтоВАЗ. На втором месте Кия, на третьем Хёнде. В гору дела пошли также у Рено, Тойота, Фольксваген, Ниссан и Шкода. По мнению экспертов, более живой интерес россиян к новым легковушкам будет наблюдаться до конца этого года. Шкода сделает кроссовер на базе модели Рапид. Машина, собирающаяся конкурировать в первую очередь с Фольксваген Тирок и Ниссан Джук, должна появиться через пару лет. Как ожидается, у новинки будет широкая линейка двигателей, в том числе трехлитровый бензиновый атмосферник, турбомотор 1.6 и дизельный агрегат такого же объема. Другие технические характеристики пока не сообщаются. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хагирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.